Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1398. Событие дня. Псалом 73.3. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыхают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Своими со знамений наших. За 14 октября 2019 года. День Покрова Богородицы. Теплая погода была. И обращение о помощи Игорю. И вот какие данные. Я, Вадим, отвечаю за книги здесь. И дальше я написал. Шахматов. Выставил ролик. Он сидит и говорит. К нему обратилась. Елена Скриник. За помощью. 40 тысяч надо. Определенно. И он тогда говорит. Кому помогать там? И начинает спрашивать. А она отвечает. Она не отвечает, а говорит, что крестовозвиженская община мне не помогает. Отказала в помощи на нас. А я отвечаю. Дорогой Алексей Викторович, мне переслал этот видеоролик Семенов. Вячеслав, вы с ним переписывались. Я почти никогда не комментирую чужие ролики. Или комментарии на наших ресурсах. Потому что там уже заложена вся информация по обсуждаемому вопросу. Тут вы говорите, что община наша отказала Елене в помощи. Это вы говорите с ее слов, озвучивая ее жалобу на нас. На нашем видеоканале «Во свете Библии открытым оком» есть записанные видеоролики о пребывании всех ее тогдашних детей летом в нашем православном лагере Стане в Потеряевке. Совершенно бесплатно. Она не платила никогда и ни копейки. За свой счет кормили, воспитывали, привозили и увозили. И что из одежды можно было дать, было в ее власти. Когда вернулись в город, то ей мы завезли мешки с продуктами. Муку, крупу, овощи разные. По 50 килограмм в мешке. Масло, сахар, соль. Дали денег. Я всю пенсию отдал. Это все заснято и можно посмотреть в роликах. Потом завезли хорошего угля машину. За наш счет. Дом ее не завалюха. Это уже второй вопрос. Сейчас мы готовы снабдить ее продуктами. Ей нужды нет. Она имеет связь с кавказцами. И вроде бы они у нее жили, по ее словам, и оставили долг за электричество. 70 тысяч рублей. Ей постоянно нужны деньги. Холодильник ее переполнен. Ей усиленно помогает в те годы православная церковь. Покровский собор. На меня она обижена серьезно, что, будучи совсем не подготовленной, решила непременно креститься у нас в озере. Ей же в этом отказали. Она приезжала с детьми в наш поселок жить. Ей предложили три места на выбор. Я стал ходатайствовать, одну корову ей отдать. А остальное вырастет, вырастает. И это все заснято на видео. Можно посмотреть. И сегодня утром я посмотрел, а ролика нет, ролик удален. А почему? А я знаю. Когда она чувствует что-то не похвалу ей, что дети, она шесть детей, она там воспитывает и прочее. Она нападает, укоряет, просит, требует убрать это все, чтобы обо мне не было нигде сказано так. Но ролик не ее, как она может командовать. Но Шахматов, как в этих вопросах, очень внимательный, мне кажется, так я знаю, и совестливый по этим вопросам, требованиям. Он убрал. То есть мягкосердный, можно сказать. Ролика того нету. Но вот то, что я написал, это есть. И остается в силе. Она мгновенно на меня бросится. Притом ничем не это необъяснимое. Она была у нас не один раз, была на богослужении, приходила с ребятишками, дети хорошие у ней. Хорошие ребятишки, маленькие. А вот они в огороде работали, мало вам, они отработали за все. Дети отработали, пятилетние, шестилетние. До школьного возраста. Они отработали. Вика приехала, та постарше маленько, там лет, может быть, в восемь. Она больная. Почки там что-то. Я ее сразу стал речить березам и соком, медом. И она, девчонка, поправилась. Хорошие девочки. Ласковые, внимательные и прочее. Ребятишки были. Ну, старше побольше. Он помогал в огороде. В огороде что там? Ну, пололи морковку, допустим. Так мы берем это все. Мне же государство не помогало ни рубля за 45 лет. Понимаете? Это ничего во внимание не берется. Я обязан. Я ничего не обязан. Это моя инициатива, моя предприимчивость, как митрополит Сергей Строгородский говорит. Эти люди выдвигаются благодаря тому воодушевлению, которое у них есть. Я обижаться не на что. Я только приехал, я сразу весной. Так, что, Елена, нужно тебе? Спрашивай. Ничего не надо. Продукты есть. Я уезжаю, и за лето тебе может нужна горох, крик, гречка, мука. Все. Ну, что перечислено-то? Я перечислил просто разные сорта, там, манка. Ничего не надо. Почему? Потому что она связалась там Дмитриев из Кузнецов, еретик из еретиков. И она начала там публиковать материалы, говорят, которые поносят Библию. Библию поносят. Это уже запредельно. А он как раз Евангелие начал издавать, вырезая все. Вот это не надо, то не надо. Ну, то есть, безумие полное. И она с ним соединилась. Раз он помогал ей, вроде бы, как она говорит, это я не знаю. И она сразу туда склоняется. Если она будет дальше говорить что-то, я просто вынужден сказать, что это неправда. Она приезжала, была здесь, и мы ее никогда не оставляем. Она не член общины. Просто пришла и к нам стало как бы ближе. Я все разузнал и говорю, чтобы у нас быть. Я говорю, тебе помогают там тебе по-кровски, а московский патриархат, а мы-то к зарубежной церкви. Я говорю, ты к нам так-то не лепись сильно. Тебе там помогают. Ты лежала в больнице с последней девочкой Настей. Вот так кажется звать ее. Мы молились о ней. Она очень больная, сердечная. Там какая-то болезнь, операции уже были. Вот я говорю, а они у тебя там дежурят, монашки или кто. И ты держись. Зачем тебе это? К нам-то идти-то. Мы такие же православные. Мы и так поможем. А среди нас, если ты будешь вроде тех покинуть и прочее, мы к себе никого не зовем. У нас это не принято. У нас запрет звать. Человек к нам просится. Тогда мы разбираем его. Она просится. Но тут такая ситуация, что ей помогают хорошо. Ой, как вы отзываете о патриарших? Там такие нет. Там хорошие люди. Тем более при новом митрополите Сергии Иванникове, мне известно, как я достоверно этого не знаю, будто бы он даже какое-то указание дал, чтобы особо ей помогали там средствами. Ну и все. И дети там занимаются как бы по-церковному. А кто-то ей пригрозил, будешь слабким знать, а детей отсюда выгоним. Тоже не знаю, по словам. Но это зря, конечно. Дети ни при чем. Мы ее обихаживали как могли, помогали. И она была в лагере, жила. Претензий никаких нет. Это она не нарушала ничего. Ну, помощь была оказана. Все заснято. Я против того, что неправда. А неправда – это ложь. А ложь от дьявола. А дальше не надо. Нужно помнить, кто мы, какая наша биография. И когда на нас нападали, дети были, а ее тоже допрашивали с прокуратуры. Она говорит, я же не дала против вас показания. Молодец, похвально, Елена. И наше отношение к тебе не менялось никогда. Мы готовы помочь. Даже сегодня она просила, как левитала меня. И сказала бы, мне никто не помогает. Нет, а я сразу 500 тысяч, 500 тысяч начали помогать. То есть, она за детей получает хорошо. Хорошо, вполне для прожиточного. И, ну, так вот, неэкономное. Раз, два такси нанимает, приехала. Два такси за 150 километров. Ну, все же деньги это. Я себе не позволяю даже на трамвае проехать. Так экономлю везде. Ну, редко-редко когда. И потом я упрекал даже ее. Ты живи экономно. У тебя ребятишки, мужа нету, без мужа нажитые. Первый только был так это. Ну, и тебя упрекают за незаконное сожитие там с кавказцами и прочее. Я это не говорю. Это ее личное дело. И там много ей припоминают, что с ними связано. За что судили ее там несколько раз. Это тоже мне не касается. Не касается. Почему? Потому что все мы перед Богом. Человек неверующий, еще он не сделает. И может и ножом порануть другого, и участвовать в наркобизнесе. Так бывает у людей. Не задумывается ни о ком. Мы молимся о ней. Она сама там что-то пытается среди ребятишек делать. Но сейчас какая она растрепанная, вышла без платка и говорит на Библию. Это уже безумие. Никак. Тем более она очень хотела именно у нас креститься, быть потеряемки. Но ничего не получилось. Потому что ничего для этого нет. У нас дисциплина. Это могу сказать. Дисциплина в исполнении правил. Строжайше. Обязано. Подпишешь. Заявление дашь. Испытательный срок. Год. Будешь жить. И никакого голоса. И голосовать нигде не будешь. Какие решения будут принимать. Ну и дальше. А тут вот о Григории Богослове. Статья хорошая. Как он писал. О себе и об епископах. Ну а Елена одна написала. Дальше уже считайте. Что в переводе Григория Богослова участвовал Иларион. Метрополитарион Алфеев. К этой статье. Причастен епископ Иларион. Который является частым гостем у нас. И мне он кажется сухим номенклатурщиком. Являясь тоже епископом. В то время еще не был им. Когда писалась статья. Он допускает ее в открытое пространство интернета. По сути со времен Григория Богослова. И ничего не изменилось. Некоторые его цитаты я переписал о себе в тетрадочку. Вот одна из них. Двоедушная. Служащая переменчивому времени. Полипы принимающие цвет камня. На котором живут. Четвертый век и двадцать первый. Одно и то же. Григорий Богослов. Там дальше говорит немного о характере. И у меня к вам вопрос. А что такое характер человека? Люди иногда говорят. Что нельзя взять. Характер у него такой. Характер это что передается от родителей. Или он складывается в течение жизни. Скажется сразу. То и другое. В совокупности. Какие это качества человека? Или что? Да. Это качество человека. Умение руководить этим накопленным багажом. Или неумение. Вячеслав Семенов. Елена Скрыник уже непокрытая вышла на шахматы. Просит ей помощь. 40 тысяч рублей. Мне указали. Я зашел. Сказала, что община Лапкина ей отказала помогать. Соврала. Сейчас шахматов собирает ей деньги. Дмухи. Кузнецов и Дмитрий. Похоже совершенно ее погубляют. Бог великий. Бог. Судья. Павел пишет. Сергей Евтушенко. Так сразу было понятно. Зачем она тогда и прилипла к тому интервью? Елена Фороз. Точно. Я-то думала, с чего она там забыла. А план был таков. Помоги ей, Господи. Валентина. Елена Афериско со стажем. Конечно, такие отзывы были. Она тут сразу же... Это я даже не знаю. Утверждаю, что именно так и было. Утверждаю. Потому что по-другому она никогда не поступала. Она сразу шахмату. Убрать немедленно этот ролик. Убрать. Не нужна мне никакая ваша помощь. Тут на меня нападают. Я переживаю. Мне такие переживания. Там умру со страху. И он убрал. Мне она нападала. Я не убрал. Моя страница. Зачем командовать? У нее нюх. Сразу чувствует, откуда можно поживиться. И когда он приезжал здесь, и вдруг она появляется. Появляется там, в студии. В ход идут любые средства. Не брезгуют ничем. Ложь. Нерецемерие. И прочее. А она и верующие прикинулись ради выгоды. Верующие прикинулось. Мне очень жаль ее деток. Но жить нужно честно. И не питаться на духовных помойках обманом. Кто ей платит, того и веру принимает. Я думаю, это именно так. Думаю так. Не утверждаю. Ну, сколько я знаю, именно всегда было так. Ну, а известно, она мне уже года четыре-пять. Помоги, Господи, Елена. Правда, путь истинный. Елена Паврова. Одержимая прямо. Ничего она не считала. Ну, вот, Валентина. Ну, так пишет же опять вранье. Это Валентина Сартисон из Германии. Этих людей я не трогал. Они сами пишут. Ну, так. Пишет же опять вранье. Как она могла столько прощесть и клеветать на Давида. На Давида, царя. То есть, коснулась то, что я совершенно неподвластно не понимает. Но тот, кто ее подкармливал, он ей помогал. Кузнецов Дмитрий. А так поняла она своего ума и своей любви. Евтушенко. Нет, я же разоблачал ее ложь здесь. Сбрасывал книгу атеистов-безбожников со страницами, откуда она скопировала эти изречения. Вся книга заключается в том, чтобы высмеять Библию. Ну, тут уже я не могу сказать, что... Что сказать? Даже одно слово нельзя выбросить. А она, видишь, бросилась на Библию. Божий враг. Богохульница. Она ничего толком и не знает. Просто болтается по рыбным местам, и все. Нахватало все, что ее оправдывает перед невеждами. Из всех грязных луж. Валентина. Понятно. Какой ужас. Высмеивать Библию. Сергей. Да, книга об этом, из которой она цитировала мысли. Библейские картинки. Или что такое Божья благодать. Автор Елены Любимова, Дмитрий Байда. Ну, вот этот Байда и другие ей дают. Павел. Но с ними стучатся поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяется в грязи. Галина. Очень прошу всех, кто публикует это объявление. То есть ее, Галина, о дроботах. Добавьте в тех, чтобы жертвователи с милостыней обязательно написали сообщение дробот или детям дробот, чтобы у меня не возникало неразберихи, поскольку это моя личная карта, и она мне нужна не только для фонда детей дробот. Ну, сама она дала свои данные, Галя, и раньше об этом не говорила. Я бы это писал. А теперь я уже не выставляю то, но старое не вернешь. Сердечно благодарю всех за понимание. На старый усадок скоро, наверное, замуж выйдет. Дальше уже сами посчитайте. Рафаэл Арменин хочет зайти, но я ему ответил. Рафаэл Арменин. Не говорят, что сказал, что кто звонит, сразу говорите, что вам нужно. Хулиганы звонят. Резиновый сапоги высота, строитель рукавицы. Ну, пока не нужно. Живу в Ливане. Интересно, я говорил в Ливане, когда сказали в Ливии. Когда сказал в Ливии, говорят в Ливане. Ну, от этого еще не меняется. Говори. Да. Да, Настю увезли. Да. Господи, помоги. Аллилуйя. Мне уже оповестили об этом. Да, с Богом. У Виктора Андреевича дочку увезли рожать. Господи, помоги ей, разреши ее от бремени нормально. Многодетная семья, у которых родители умели. Одна сестра, 19 лет, бросила учебу, чтобы не пошли брать ее в детдом. Воспитывала сама и такое большое хозяйство у них. Ну, и вот данные, как ее найти, где. Посмотрел я сегодня этот ролик. Ролик хорошо составлен. Ну, все замечательно. Но видно, что все без божества. Нигде ни одного слова о Боге нету. Утренней молитвы нету. Маленькие девчонки уже с сережками. По каким признакам? Священник иногда что-то неладно с матерью. Нигде не поминают, чему она их учила. Отец учил. Могила отца. Матери нигде нет. Что за этим кроется? Но что-то есть. Обычно дети более привязаны к матери. Здесь нету слов. Только сказали причину, что мать умерла. От чего умерла? И на ее попеченье осталось, кажется, семь детей, как я посчитал. Может, даже и восемь. Все хороший ролик, составленный профессионалами. Посмотрел от корки до корки. Ну, что, только помолились. Господи, обрати их и наставь. Но если бы они были вот такие, утром вставали, молились, читали Библию, как мусульманка, которая Коран считает-то, и одевались по-христиански, а не так она ходит, ну, просто, ну, даже на пляже так не ходят, не всегда. Девчонка-то хорошая, Кристина-то, ну, неверующая, все, маленькая девчонка, там, и все остальные. То вряд ли это все было бы напечатано, и этот ролик был бы. А так все по-мирски, и мир говорит о своем. Для мира это достаточно. Вот мое мнение такое. А кем она будет, у нее уже не хитом, по интернету, но она еще держится пока. Ну, судя по ее данным, какая она выглядит, как, у нее самой будут ребятишки, и не один. А дальше какой будет муж, эта картина будет абсолютно другая. Когда показываете дети, которых писали в Советском Союзе, там свой, как бы, Робертина Лоретти такие были, там, чемпионы были, все, кроме одного, запились, занаркоманились, умерли, самоубийством кончили или еще что-то, с ума сошли. Вот такая картина в конце. Так что у этих детей, которые без Бога выросли, ничего не известно. Ничего. И думаю, и ничего не может быть по-божески, потому что без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна 15, 5. Здесь вообще слово Бог не употребляется. Показали, что это священник там стоит, он не проповедует ничего, и такая комплекция его, что не до благовестия ему утроба бы носить только свою. И вчерашний день встретили мы человека, который к нам приехал. Приехал, сам пожелал, просил, и мы его приняли. Даже могу сейчас показать мой мир. Вот, он приехал. Сейчас еще посмотрю сообщение. Вот так. И больше нету. Итак, где-то тут он у меня был. Вот, пересмотрю, и нигде нету. Наталья Мощарина. А, вот он, Ливон Арутюнов. Вот, вчера уже я ролик выставил, с ним беседовали о главном разрушителе. Ходили мы, отдыхал он, и уезжает он сейчас в Грузию. Я передал там, которые грузинские деньги, то все это заснято, потом появится другое. И еще остается, наверное, два дня вроде бы. Сергей принял его, все нормально. Ночевать есть где. У меня был, я говорю, а смотри город, а если в случае чего, приходи. Мы найдем место. И на этом, ну, не знаю, сижу дома. Что тут? Уголь привезенный. Помогали Сергею, закидали. Дали этот вот, Ливон Арутюнов. Тоже дал ему колону, он пытался колоть, но трудно было. Все, во славу Божию.